Это программа «Мой район». И сегодня мы говорим о юноармии Москвы. У нас в студии юноармеец Самира Талибова, инструктор программы «Юный парашютист» Андрей Оконечников и актриса Агния Кузнецова. Агния, Андрей, Самир, добрый день. Самир, как давно вы в юноармии? Вот уже как два года я вступила в ряды юноармейцев. А какая была мотивация, почему вы туда пошли? Ну, во-первых, любовь к родине и желание что-нибудь сделать для нее. А родные ваши как-нибудь комментировали ваше решение? Да, меня очень поддержали родные. Сам у меня дедушка тоже служит в Министерстве внутренних дел. Отец окончил авиационное училище в Санкт-Петербурге, поэтому все отнеслись положительно. Что вы за два года там освоили, чему научились? Много чего. Участвовать в различных церемониях патриотических. Мы выезжаем в города-герои. Мы были в Петербурге, были на Алтайском крае и получили кучу положительных эмоций. Вот поэтому это движение только в радость. Самир, а как вы узнали вообще про юноармию? Кто-то рассказал или прочитали где-то? Благодаря движению в школе. В каждом государственном учебном образовании есть движение юноармии, свои отряды. И благодаря уроку нашего координатора Григорьева Юрия Борисовича я узнала об этом движении и загорелась желанием вступить в ряды юноармейцев. А награда у вас за что? Это юноармейская доблесть третьей степени. Она выдается ребятам, которые активно принимают участие в патриотических мероприятиях. Значит, вы активист юноармейцев. Можно и так сказать. Андрей, а вы были активистом, когда пришли в юноармию? В каком году это было? Я в юноармии с дня основания 2016 года. В военно-патриотическом направленности занимался еще и до создания юноармии. И продолжил уже в рядах всероссийского движения. У вас написано инструктор. Да, инструктор, десант, десант. Расскажите о своем модуле. Я являюсь инструктором парашютно-национальной подготовки на аэродроме. Готовлю юноармейцев по модульной программе «Юный парашютист» к совершению ими самостоятельных трех прыжков с парашютом. Это как бы ваша основная работа? Это моя вторая работа, больше как хобби. Интересное хобби. А основная какая работа у вас? Я ведущий инженера производственного отдела на строительство. И как проходят вот эти ваши занятия? Занятия в себя включают 36 часов подготовки теоретической, практические занятия на аэродроме и совершение трех парашютных прыжков. Было, чтобы кто-нибудь отказывался от прыжка? Обычно ребята все переживают перед первым прыжком. Это обычное человеческое чувство. В 100% случаев ребята после совершения первого прыжка прибегают и просят «дайте мне еще», «хочу еще». И совершают второй, третий прыжок, а потом очень хотят четвертый, пятый продолжить в этом направлении двигаться. А какие-то есть возрастные ограничения? Да, по модульной программе у нас участвуют юно-армейцы от 14 до 18 лет. Агния, а вам во время съемок когда-нибудь приходилось с парашюта прыгать? Может быть, с вышки просто? Нет, не приходилось. Я слушаю замечательных ребят. И я очень боюсь прыгать с парашютом. Никогда этого не делала. Я не знаю, можно ли меня заставить это сделать. В армии говорят 3 секунды «Ангел», потом 2 минуты «Орел», все остальное время «Лошадь». Потому что парашют приходится носить на себе. А сколько длится прыжок? На парашютной системе, на которой ребята совершают прыжок, 3 секунды они под временем стабилизации находятся, то есть под стабилизированным снижением. Затем 2 секунды происходит раскрытие системы. И затем 2 минуты снижения под раскрытым парашютом. То есть вот эти 30 секунд? 3 секунды. 3 секунды – это будет свободное падение. Может быть, я попробую, кстати. Обязательно приезжайте. Вам 14 лет есть уже? Мне 14 лет, да. Значит, проходите. Вы слышали вообще про движение в армии? Я слышала про движение в армии. Вот, знаете, я росла в 90-е, и у нас такого не было, таких движений, чтобы ребята собирались там по интересам, патриотических кружков, вообще ничего этого не было. И как это замечательно, и как полезно, что вот у меня маленький сын, да, ему 5 лет. Я обязательно ему все расскажу, покажу, и, возможно, он захочет пойти присоединиться к вашему движению. И потому что он очень любит играть в военных, он очень любит наряжаться в военные всякие одежды. Поэтому это очень полезно, объединяет молодежь. У меня в детстве такого, к сожалению, не было. Вот вы сказали, что 36 часов идет обучение. Это 36 часов только теория, да? Да, это теоретическая подготовка. А в принципе обучение сколько занимает? Ребята занимаются по выходным дням, да, чтобы не отрывать их от учебы. Занятия по теоретической подготовке из себя включают различные направления. То есть психологическая подготовка, изучение парашютной системы, характеристик систем, план прыжка, особые случаи, да, укладка парашютных систем. Особые случаи это какие? Это действия в нештатных ситуациях. У нас есть штатная площадка на приземление, на которую парашютист должен приземлиться. Если вдруг парашютиста уносят в сторону, он должен правильно действовать при приземлении на препятствие. Значит, вы в 16 пришли как юноармеец, а преподавать стали с какого года? Преподавать я стал с 2021 года. Кто-нибудь из ваших учеников уже связал свою жизнь, допустим, с ВДВ? С ВДВ ребята служат в срочную службу. И есть ребята, которые связали свою деятельность, да, свое хобби с парашютными прыжками. Они пришли к нам на аэродром и стали спортсменами. И осваивают технику. Вот главная цель ваших занятий — это научить прыгать с парашюта? Или там есть еще какая-то составляющая? Безусловно, на программе для совершения прыжков с парашютом основная цель — это прыгнуть, совершить прыжки с парашютом. Но помимо этого парашютные прыжки прививают усердие, возможность оказаться в нештатной ситуации, умение реагировать правильно, мыслить нестандартно, заглядывать наперед, испытать страх и действовать в условиях этого страха. То есть это искусственное создание нештатной ситуации такой, неестественной для человека. Сколько вы сами совершили прыжков? У меня 215 прыжков. Самир, вы решились бы? Да. Да? Я очень хочу. Не раздумывая. Да, сразу. Не секунду. Вы видели фильм «Азори здесь тихие»? Слышала, да. Вы слышали, но не видели? Ну, нет, к сожалению. Ну, надо посмотреть. Обязательно их два. Вот Агния снималась в так называемом ремейке. И вот мне интересно, вы как актриса, вы играете героическую совершенно девочку. То есть там все девочки, они там герои. Вы насколько сильно погружаетесь в образ? То есть вы вот ощущаете себя бойцом, героем? У нас на съемочной площадке была настоящая военная форма, сапоги. Нас учили портянки носить, винтовки. Все было очень тяжелое. Рюкзаки, все. Вещь-мешки, точнее, не рюкзаки, вещь-мешки. Поэтому было такое погружение. Съемки в Карелии. Мы ходили по лесам, по горам, с девочками. Это было удивительно, удивительное время. Очень интересно. Вот показывают кадры. Съемки в болоте. Одна из самых сложных сцен. Настоящее болото, но бестопия. И вот так целый съемочный день. Одна героиня тонет в болоте, мы знаем, да? По книге. Вот Соня, наша Лебедева актриса, натерпелась в этом болось. Настоящее, все по-настоящему. Мою героиню убивают штыком. А вы готовились перед съемками? На такой натуре сложно сниматься. У вас какая-то была подготовка? Или вы, актрисы, готовы изначально к таким испытаниям на съемочной площадке? Я очень люблю такие сцены, где нужно преодолевать какие-то физические трудности. Это эффектно смотрится. Это, кстати, рискованно. Очень часто бывают травмы на съемочной площадке у актеров. Да, мне рассказывали ваши коллеги. Очень сложные травмы, да. Ваша старшая коллега Елена Дропека рассказывала, как чуть не утонула во время этих дублей. Как вы считаете, военно-патриотический аспект, насколько значим в таких киноработах, как вот, о которых мы говорим, о Золе Вискизе? Это же наша история. Вот если мы смотрим фильмы о нашей Великой Отечественной войне, это наша история. И это очень важно своему народу, молодым ребятам, детям помнить свою историю. Это очень важно. У меня прадедушка прошел всю войну. Самир, а вы историю изучаете там в юной армии на ваших занятиях? Да, безусловно. Потому что обычно мы выезжаем в какие-нибудь города. Например, недавно мы выезжали в Санкт-Петербург и увидели просто огромное количество достопримечательностей. И в случае, даже если ты не знаешь чего-то, тебе обязательно расскажут, покажут. А в юной армии, так же, как в армии, есть присяга? Да. Но не сразу тоже, как в армии. Скажите вот про свой опыт. Так получилось, что вообще в юной армии я с 22-го года, но приняла присягу в 23-м году, весною. Вообще, ребята сначала подают заявки в начале учебного года, и к концу весною они принимают присягу. Так же и я. Расскажите, как это выглядело, как это проходило. Очень волнительно, потому что кто-то впервые на таких мероприятиях, кто-то впервые дает клятву, потому что есть еще кадеты. Я принимала кадетскую клятву тоже, давала кадетскую клятву в этот день. Очень волнительно, потому что были не только там директор, офицер-воспитатель, еще почетные гости были, ветераны тоже были, кстати. Вот. Поэтому все награждали, поздравляли. Ну вот из всего своего юно-армейского масштабного двухлетнего опыта, что наиболее запомнилось вам? Поездка на Алтай. Очень запомнилось. Мы познакомились с ребятами, с алтайцами, тоже юно-армейцами. Мы катались на лодке тоже по реке Катуни, потом ходили походы. Все очень понравилось. Мы это совмещали и с патриотическими мероприятиями, поэтому две недели пролетели просто мимолетно. Андрей, за вот время 16-го года как-нибудь, по вашим наблюдениям, изменилось это движение юной армии? Безусловно, с момента создания была проведена большая работа по развитию этого движения, направлений развития, программам, которые открывались и создавались, в которых принимали участие юно-армейцы, мероприятия, которые были проведены. Поэтому это большая плодотворная работа, которая из года в год приносит результат. А у ваших воспитанников тоже есть, как у Самеры, такие же медали? Юно-армейская доблесть в том числе у некоторых есть. Недавно, в этом году на параде 9 мая участвовала моя воспитанница, которую я до этого готовил по парашютной программе. А вообще, насколько вы заняты, допустим, в школе почетного караула? То есть там уже, допустим, времени не остается на какой-нибудь другой модуль? Ну, допустим, пойти параллельно к Андрею в юные парашютисты? Или надо было тогда оставить школу почетного караула, потому что не хватило бы времени на два модуля? Ну, я бы обязательно сходила на эти уроки, и думаю, руководитель только бы поддержал. Они нас даже записывают на такие уроки. Поэтому я бы обязательно нашла время для этого. К тому же мы записываем себя на мероприятия по собственному желанию. А куда вы планируете поступать после школы? Ну, на данный момент я в раздумьях, но военные направления тоже рассматриваю. Ну, значит, юная армия даром не проходит, во всяком случае. Вот ваш случай показывает, что после юная армейского опыта вы же срочно, да, отслужили? И вернулись в юная армия уже в другом качестве. По субботам проходит вот у Самира занятие, а у вас по каким дням? У меня тут по выходным проводятся занятия, например, по тем же субботам или воскресеньям, любой из дней. Ну что, я вам всем желаю удачи, большое спасибо. Совсем скоро мы продолжим наш разговор.